Вы заняли такую определенную гражданскую позицию, я так понимаю, в 2011 году, когда вас позвали выступать на митинги за честные выборы на проспект Академика Сахарова. Почему вы тогда согласились? Вообще вся эта история была про человеческое достоинство, а не про политику. Может быть все забыли, заболтали и так далее. Все было очень просто. Нас всех обманули на выборах. Люди, которые посчитали, что так с нами поступать нельзя, внезапно, в большом количестве вышли на площадь. И я был среди тех людей, потому что считал, что это унижает наше человеческое достоинство и что так нельзя. И это был митинг, по сути, против фальсификации выборов. Все требовали пересчитать выборы, и было что очевидно было, что у нас всех обманул. Поэтому я принял приглашение. Для меня это было, конечно, мы не планировали никогда выступать на митингах. Много сомнений было на этот счет. Имеет ли смысл, не имеет ли смысл. Там же политики всякие будут. А им всем очень нужно заниматься популизмом, набирать очки на протесте или не на протесте. Им нужен же электорат какой-то. А я же не политик, мне электорат в этом смысле не нужен. И как бы, чтобы меня никто никак не... Я не люблю ходить под чужими флагами и выступать в чьей-то игре фигурой. И поэтому, взвесив все за и против, я решил, что имеет смысл выйти и сказать, что народ Российской Федерации является источником, единственным источником власти. И вообще-то так написано в Конституции. И мы не выбирали этих людей. Это все не так. Потом еще сколько-то раз я сходил просто на митинги и больше меня там не было. Вот мне вспоминается ваша песня, по-моему, 14-го года «Имхо», в которой вы выступаете от лица условного вашего слушателя, который полюбил вас за песню про Магадан и упрекает вас в том, что вы занялись какой-то гражданской, политической активностью. А вот как вы считаете, вы действительно, придя тогда на митинг на Сахарова, потеряли часть своей аудитории? Нет, я хочу сказать, что дело не в аудитории. Часть аудитории, возможно, мы потеряли за последние полтора года или два, сколько длится активная государственная пропаганда на центральных каналах. А тогда мы совершенно четко отдавали себе отчет, что наш приход в виде выступающего на митинг против фальсификации выборов, против людей, которые стоят у власти, не позволит нам какое-то время появляться в тех передачах на телевидении, в медиа, в которых мы могли бы появиться. Артист, он же как бы развлекает людей, так все очень принято, что типа мы же вообще вне политики все, мы же здесь все просто там песни про любовь, ха-ха, посмеяться и так далее. Я подумал, что помимо того, что я как бы музыкант, у меня же как бы еще и гражданин страны, в данном случае был акт вопиющей несправедливости. Мы решили совершенно руководствоваться какими-то общечеловеческими вобуждениями прийти на митинг. Задачи заниматься политикой не было и нет до сих пор. Так что я думаю, что ничего страшного в моем том поступке не было, но мы, конечно, отдавали себе отчет, что определенных эфиров, определенных возможных, так сказать, ништяков мы, конечно же, лишимся. Ну и бог с ними. Сейчас грядусь очередные выборы в Государственную Думу осенью, и по вашим ощущениям, я, если честно, не думаю, что все будет честно, гладко и все как положено, и наверняка будут и фальсификации, и карусели, и все, к чему мы уже привыкли. На ваш взгляд, сейчас общество гражданское в Москве какое-то, политически, общественно-активное, будет готово повторить Сахарова, Болотку, или уже нету этого запала? Дело не в том, чтобы повторить Сахарова и Болотку. Я еще раз вернусь к тому злосчастному митингу. Вы поймите, это были последние выходные перед Новым годом, 24 градуса, был мороз на улице, и люди, вместо того, чтобы шляться по магазинам, выбирать подарки друг к другу и готовиться к веселым праздникам, они вышли на улицу требовать от власти честных выборов впервые за много лет. Это не про политические какие-то, и вот, несмотря на то, что там это все потом случились, какие-то координационные советы оппозиции, появились какие-то люди, которые говорили от лица всех собравшихся, это все неправда. Все люди, которые пришли туда, это были абсолютно обычные, я видел этих людей, обычные, нормальные люди, которых обидело по-человечески то, как с ними поступили. И это, конечно, вызывало во мне, например, чувство глубокого, глубочайшего уважения, потому что ни одного выступавшего на митинге тогда людей особо, как бы, не то, чтобы там не было, там не было лидеров никаких. Эта история совсем о другом была. И, отвечая на ваш вопрос, дальше, по поводу этого года, я не знаю, что будет в этом году, если народ Российской Федерации захочет возмутиться, если его почувствует, что его опять обманули, то, возможно, он что-то там будет возмущаться. Если не почувствует, не будет. Я могу в этом смысле наблюдать только со стороны, как в случае с тем разом. Может быть, как раз проблема в том, что лидера не сформировалась тогда? Вы поймите, мне, например, лидер не нужен, ведь ответственность, она же как раз в каждом человеке. Вот я был недавно вот в Ельцин-центре, вот мы два дня назад выступали в Екатеринбурге, был открытый там этот Ельцин-центр. Я считаю, что это самый лучший и самый интересный музей современной истории России. Дело не в Ельцине, в личности, а именно в истории страны. Там комок в горле стоит, когда ты ходишь по экспозиции, смотришь, что происходило с нашей страной в течение этих лет до нулевых. Да, и сколько жертв, сколько стараний, сколько надежд это было. И понимаешь, что сейчас, и тебе дарят в итоге Конституцию, в которой в конце написано, какие статьи потом были уже изменены. Прочитайте, что написано в этой Конституции. Вы удивитесь, какие, оказывается, у вас права, якобы по закону есть. Ведь этого всего уже нет. Свобода собраний написана в Конституции. А после этого, когда там приняли закон, что нельзя собираться, нет, больше трех человек нет опасности, опасность и так далее. Свобода слова, опять же, цензура запрещена, пропаганда, которая разжигает межнациональную, межрелигиозную и так далее, рознь. Это черным по белому написано в Конституции. Это основной закон, в котором мы все якобы живем. Мы вышли из этого Ельцин-центра, и был к кому в горле, хотелось плакать. Потому, именно из-за того, что вот такая вот у нас тяжелая, страшная жизнь. И к чему это, то есть, когда звучат последние слова первого президента России о том, что вы... Мы все это видели по телевизору, когда он в новогоднюю ночь говорил, вы заслуживаете счастья, будьте счастливы, вы заслужили это. Ну, типа, у меня не получилось, я ухожу. Ты понимаешь, что как бы, а вот с тех лет прошло еще 16. И как бы нет, это все зря. И как бы вот это вот время, которое случилось, оно начинает давить на тебя, как тот атмосферный столб, который давил на Стапа Бендера. Конечно, очень грустно от этого всего становится. Но, тем не менее, мы все ходим вокруг свободы, вокруг свободы собраний, свободы... Опять же говорю, я говорю про общечеловеческие ценности. Дело не в политике, дело в том, что люди должны себя уважать. То есть, меня часто спрашивают, как там... Ну, вы как, вот, послушайте мои песни, как нам жить дальше? Как нам жить дальше? Как, что делать? Делать, ну, я не знаю, поступать так, как... Не стыдно, чтобы вам было жить дальше. Ведь эти все истории про фальсифицированные выборы, там, навязанную пропаганду и так далее, про то, что люди ездят за границу за едой. Это же история про самоуважение. Как можно в 21 веке, в 16 году людям запретить еду? И 140 миллионов человек, да ладно, мы будем есть пальмовое масло теперь, ладно, бог с ним. Завтра скажут, будем есть пыль. Ну, то есть, там, запретить вам отдыхать там, где вам хотелось отдыхать. Это же, как бы, вот, какая-то самоуважение в этом во всем. К вопросу о свободах гражданских, конституционных, ну, и просто каких-то бытовых свободах. Насколько вы себя действительно чувствуете свободным в своих высказываниях? Есть ли какие-то темы, которые вас действительно беспокоят, но о которых вы, допустим, никогда бы не сочинили песню или бы не выступили на эту тему публично? Ну, может быть, и есть, но это чаще всего. Может быть, и не политические темы. А касательно политики, ну, как, я высказываюсь в большей степени прямо. Другое дело, что не все из того, что я говорю, может быть, показано. Поэтому бывает лучше, когда даешь интервью. Женщик спрашивает тебя что-нибудь. Ты говоришь, зачем вы спрашиваете это? Вы же это не напишете. Ну, мы попробуем, говорит женщина. И пробует, и не получается. Но в этом смысле, ну, слушайте, я думаю, что самоцензуру вводить не нужно. В тот момент, когда ты начинаешь думать, а можно ли мне об этом говорить, ты уже проиграл. Ну, вот не секрет, что в последние годы все больше наблюдается какая-то поляризация общества. Я имею в виду ту часть общества, которая так или иначе и вовлечена в какую-то общественную дискуссию или хотя бы имеет мнение по поводу каких-то актуальных вопросов. И понятно, что помимо какой-то, ну, скажем так, условно, официальной линии партии существует и достаточно отчетливо считываемая повестка и так называемых независимых, там, оппозиционных, либерально-демократических медиа. И вот эта, на мой взгляд, поляризация, она все меньше позволяет нам как-то объективно, что ли, смотреть на такие острые вопросы, как чей Крым, кто виноват в войне в Донбассе. То есть можно, если там условно человек говорит о том, что вот российская власть в лице Путина, везде не права, но вот здесь они молодцы, то либеральная общественность все равно запишет его, ну, условно, в ватнике. То есть, мне кажется, что... Это ужасно, конечно. Да, вы тоже чувствуете подобную поляризацию. Ну, во-первых, никому не интересно твое мнение. В последние несколько лет всем хочется записать тебя в какой-нибудь лагерь. Журналисты, люди, они не привыкли мыслить, им очень тяжело понять, что у тебя может быть вообще, в принципе, точка зрения какая-то. Им нужно понять, ты за наших или там, за белых или за красных. И это, конечно, идиотизм. Как мне кажется, это действительно идиотизм. И в вопросе Крыма, который все так жадно обсуждали все эти годы, наш он или не наш, на мой личный взгляд, обсуждать нужно было другие вещи. На мой взгляд, стоило поговорить на тему того, почему у дорогих россиян не спросили перед тем, как присоединять Крым, нужен он им или нет. Потому что россияне-то посмотрели это все по телевизору и легли спать. И даже те, которые радостно аплодировали, радостно спорят сейчас и доказывают, что Крым наш и так далее, толку во всех этих бытовых дискуссиях практического нет никакого. Ужас этой ситуации и ее банальная трагедия в том, что нас не спросили. И поэтому, когда они захотят его вернуть, если вдруг они захотят его вернуть, они точно так же нас не спросят. И в этом же как бы и есть проблема. Потому что если бы провели референдум, ну, например, у россиян, не только в Крыму, они же как говорят, мы типа в Крыму проводили референдум и крымчане захотели, а почему у россиян не спросили, хотят ли они, да? Поэтому если бы провели референдум и сказали, россияне, дорогие, вот мы хотим представить Крым, он наш, вот несправедливо был отдан там Украине, но они же наши, мы же так любим все Крым и так далее. Могут быть, конечно, последствия, конечно, могут быть санкции какие-нибудь еще, но давайте вот решим вместе. И добрые россияне решили бы вместе, тогда бы это имело смысл обсуждать, тогда бы каждый ходил гордый, говорил, Крым наш, я имею к этому отношение. А сейчас это все случилось само собой, втихаря. Да, там, мы узнаем об этом через год, выясняется же, фашистов нет, там, ну, там, что, типа, мы-то просто была какая-то там суперспецоперация, там, секретная, и все так рады этому. Так, прежде всего, обманули нас, получается-то, а мне не нравится, когда меня обманывают. Вот, как бы, вот и все. И поэтому, вместо того, чтобы обсуждать, мне кажется, наш он или наш, стоит обсудить, почему мы никак в этой ситуации не можем повлиять на нее, никак, никаким образом. Нам нужно нам лезть в Сирию или нет? Почему у дорогих россиян никто об этом не спросил? Ну, просто им начали показывать или по телеку, там, говорить, что вот, очень важно, братушки сирийцы, там, там, и так далее. Ну, это же тоже, ну, что это такое? И я хочу сказать, что, по моему ощущению, в развитой стране, ни в одной развитой стране вот такая вот, такой фокус бы не прошел. Ни с выборами, ни с вот такими поступками, и так далее. В власть должна нести ответственность, как бы, народ, он должен быть, как бы, есть же все придумано уже давно, система разделения властей, когда они, суд независимый, когда, и так далее, и так далее. Откройте конституцию, почитайте ее, там все написано. Вот, если все будет хотя бы так, как там написано, то будет совсем другая страна, с совсем другим ощущением жизни. И, ну, как бы, я, скорее, про это. Это дело тут не в политике, лишь поймите, как бы, это не глупо думать, что придет, там, анти-Путин, там, и опять все станет хорошо. Нет, ответственность должна быть на каждом человеке. Там, в этой пресловутой Америке, которую нам все время приводят в пример, там даже на банках сока-колой написано, что свобода – это ответственность за свои поступки. А у нас же получилось как? У нас в 90-е годы, к сожалению, людям не объяснили, что такое свобода, и не объяснили, как ей распоряжаться. После Советского Союза-то, вот этого всего, когда говорили, что человек для государства, а не государство для человека, за 90-е годы людям не объяснили, как пользоваться свободой, для чего она нужна, почему это хорошо, и так далее. И поэтому потом, люди восприняли многие это как вседозволенность, и устроили там бандитов, чего только не получилось там, да. Потом власть, видимо, подумала, зачем их воспитывать вообще, зачем? Я скажу, будет ходить по струнке как надо. И все так и получилось. И не нужна вам свобода службы. Вот мы закроем, здесь запретим, здесь запретим. Не нужна же, ну и не нужна, ну и бог с вами, это вам тоже не нужно, еда вам не нужна, будете есть отечественное, и путешествуете вы только по России, и будете делать все, что я скажу. Все. И если люди в этом смысле это принимают, и хотят с этим жить, и готовы с этим жить, то ни я, ни вы, ни кто угодно с этим ничего не сможет поделать. Это как бы такая жизнь, такой факт.